Очень жаркий период начался во всех смыслах. Тяжело переносится в высокие температуры и зашкаливающий градус борьбы. Однако это не является для спортсменов серьезной причиной отступать. Калужанин Дмитрий Зубков не затерялся среди тысяч. Он вернулся из престижных соревнований по триатлону, что прошли в Швейцарии. В них участвовали представители 70 стран мира. Это более 2,5 тысяч человек. Мы же знаем Дмитрия как человека, любящего и умеющего побеждать. Очень целеустремленного спортсмена. Вот и среди железных людей Дмитрий стал одним из лучших, рассказывает Валерия Кузнецова. Нет ничего невозможного, но есть много способов, чтобы это доказать. Один из них – триатлон «Айронмен». 27 июля в швейцарском городе Тюрих калужанин Дмитрий Зубков проверял себя на прочность. Это немного больше, чем спорт. Это еще и преодоление. То есть для любого спортсмена есть какой-то рубеж и тяжелее соревнований вроде как нет. Я так считал, и преодолеть для них, мне казалось, это просто делом. Ну не то чтобы честь, но очень-очень значимым для меня. Я бросил вызов себе, бросил вызов соперникам всему и сразу наполнил катушку, как говорится. Старт и гладь Цюрихского озера оживляют тысячи участников. Формула получения звания «железного человека» складывается из трех слагаемых. Спортсмену нужно проплыть почти 4 километра, проехать на велосипеде 180 и пробежать марафон. С этими нешуточными испытаниями на выносливость Дмитрий справлялся первый раз. А это значит, что и готовиться к трем таким разным дистанциям пришлось впервые. Ну вот это и есть самое сложное, это успеть все три вида качественно готовить. То есть надо было делать как минимум две тренировки, потому что если в день делаешь одну, получается очень редко катаешься, очень редко бегаешь, очень редко плаваешь. Поэтому приходилось совмещать два раза в день, для этого нужно время, для этого нужно сила. Вдохновляюсь, наверное, своим окружением. Меня окружают приятные люди, и все, кто в спорте, и очень близкие люди мне верят, и помогают. И мне это приятно, и мне кажется, это самое главное. Мы очень за Диму волновались, мы держали за него кулачки, мы хотели, чтобы он показал хороший результат, потому что Дима очень долго готовился, это были очень важные соревнования для него. И мы очень сильно за него рады, конечно, за его результат. Я подумал, да, это достойный приступок. Это будет очень сложно, я думаю. Потому что для меня, конечно, все эти километражи, это очень сложно. Сложно было и участникам. Каждый из видов соревнований уже проверка на прочность. И для многих людей во всем мире, айронмен – это способ доказать, что человек сильнее, чем кажется даже самому себе. Если переводить дистанции триатлона в более привычные для калужан мерки, то можно сказать, что в Цюрихе Дмитрию пришлось переплыть водохранилище вдоль, дважды доехать на велосипеде до Москвы и обижать Калугу по окружной дороге. Как говорят участники таких соревнований, триатлон начинается на беге. 42 беговых километра для многих начинают казаться вечностью. Именно здесь нужны не только подготовленные мышцы, но и железная воля к победе над болью и усталостью. В марафонской дистанции сама по себе нелегка. Опять же, бежать приходится по асфальту, на уставших очень ногах, с уставшим организмом. И, естественно, с каждым километром становится все тяжелее. Для меня марафон начался с 25-го километра. У меня начала падать скорость, и моя задача была просто удержать до финиша хотя бы свой хороший результат, чтобы сильно не упала скорость моя, чтобы из последних сил пройдется. И удерживать было что? Время Дмитрия оказалось не просто хорошим результатом, а лучшим из показанных российскими спортсменами в Цюрихе. Чуть больше 9 часов и зубков 21-й из 3,5 тысяч. А своей возрастной категорией калужский айронмен и вовсе стал пятым. Но и на этом перечень успехов не заканчивается. Мне фантастически, я считаю, и повезло. Сложилась так моя форма, так те условия, что я показал действительно очень достойное время. И отобрался на чемпионат мира. Поэтому виды спорта, я считаю, это невероятное. Я даже до сих пор до конца не осознал. И теперь мне предстоит немного восстановиться и начать подготовку заново. В октябре будет чемпионат мира на Гавайях. Где-то сюда ехать, защищать. Уже честь, можно даже сказать, так странный. Я не думаю, что там будет много людей. Писать героическую трилогию о выносливости Дмитрий продолжит уже совсем скоро. 11 октября на Гавайские острова прилетят самые крепкие железные люди планеты. А это значит, что на отдых и подготовку остается совсем немного времени. Валерия Кузнецова, Илья Хромов, телекомпания НИКА-ТВ.